Очередной этап муниципального конкурса «Учитель года» состоялся в Твери. Традиционно он прошел в формате пресс-конференции. Претенденты на победу снова отвечали на самые разные вопросы, которые задавали как коллеги, так и представители СМИ, а также общественности. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Лишь в третий раз один из раундов муниципального этапа конкурса «Учитель года» проводится в таком формате – пресс-конференции. Это очень интересно и полезно, отмечает Александра Мамоткова. В прошлом году она представляла нашу область на федеральном уровне, а сегодня была модератором. Мы привыкли быть в той роли, когда мы задаем вопросы, когда мы определяем, кто отвечает. И в целом очень даже здорово со всем этим справляемся. А тут сегодня, да, мы меняемся ролями, сегодня вопросы задают нам, а мы должны словно ученики сориентироваться и ответить. Традиционно во второй тур городского этапа вышли 8 лучших педагогов. Для участия в пресс-конференции их разбили на две четверки, которые по очереди выходили на сцену. Вопросы были самые разные. Например, наш медиахолдинг поинтересовался, смогут ли нейросети заменить учителя. Цифровые технологии, безусловно, конечно, это хорошо, и активность меня помедряет в наше современное образование. Но, безусловно, конечно, они никогда не заменят учителя. Как же в момент, если ребенок не понял какую-либо тему, когда он обращается к учителю? Звучали вопросы и от коллег. Кому, как не им, знать, насколько это непросто быть педагогом. И как важно при этом каждый день нести детям позитив. Жизненный путь учителя – это линия, в которой тесно переплетается работа и вечная жизнь. У счастливого учителя ученики действуют, творят и ощущают, что им желают добра. Уважаемые коллеги, а что делает вас счастливым учителем? Я счастлива, я никогда не поменяю свою профессию, и я только этим живу, этим гордан. И это вносит в мою жизнь вверх, в учителях, в учителях, в учителях, в учителях, в учителях. Всегда подвижна и счастлива. По итогам этого этапа жюри отберет четверку финалистов муниципального раунда, которую ждет последнее испытание. После чего и назовут имя лучшего тверского педагога, который будет бороться за победу на уровне региона. Продолжение следует...